Для детей, достигших 14 лет. Как вы думаете, где мы? Ну, я думаю, постоянные зрители моей передачи уже догадались по видам за моей спиной, что мы находимся правильно в Денисовке. Сегодня мы узнаем, как здесь люди находят себе работу, занятия по душе и вообще, как можно устроиться жителю города в селе. Поехали! Работу на селе найти не всегда бывает просто, потому что люди просто не в курсе всех существующих вакансий. Поэтому есть более эффективное решение обратиться в центр занятости. Я искала работу и обратилась в центр занятости. Меньше чем через месяц у меня появилась крыша над головой. Я как разокончила на повара, и тут его тоже поваром помогаю. Он мне посоветовал взять грант. Я думал, что это сложно, а в принципе не сложно. Подала заявление, в итоге меня одобрили. Ну, для начинающих это очень полезно, потому что тяжело. За моей спиной школа номер 2 поселка Денисовка, где находятся два участника нашей сегодняшней программы. Это повар, который закончил местный колледж и устроился в школьную столовую. И учительница английского языка, которая также работает здесь, живет в Денисовке, хотя родом не отсюда. Но, впрочем, что рассказывать? Давайте сейчас мы как раз все и узнаем. Есть направление такой молодежной практики. К сожалению, сколько бы мы, специалисты, центры занятости, не занимались реализацией, распространением информации о том, что есть такое направление. И оно очень полезное в наше время. Многие не знают, особенно в селах. К сожалению, не интересуются, не запоминают, не обращаются. Я закончила Денисовский колледж. У меня не было места работы. Я искала работу и обратилась в центр занятости к Татьяне. Она мне предложила на ЭПЕК Бадиной Татьяне. Вот, и я пришла сюда, меня устроили, и я вот работаю по сей день здесь. Молодежная практика — это одно из направлений трудоустройства молодежи. Когда молодежь выходит из дверей какого-либо учебного заведения, в первой, наверное, очереди стоит задача трудоустроиться. Это очень сложно сделать в современном мире. Нет опыта работы, ни знаний каких-то, навыков нет. Вот для этого молодежная практика и направление это разработано, чтобы молодежь пришла в центр занятости. И специалисты, например, я помогла, и разобрались, куда, как трудоустроиться. Как работаете? Очень нравится вообще. Я как раз окончила на повара, и тут его тоже. Поваром помогаю, выпечка, все вообще очень здорово, мне нравится. А что делаете? Мы выпекаем продукцию, всякие разные булочки, сладкие, вот такое вот. Многие не осознают, что это есть работа, что к ней надо серьезно относиться. Пытаются пропускать, пытаются что-то еще, потом выискиваем, звоним, разговариваем. Ну, в общем, все делаем для того, чтобы человек понимал, старался на этом месте трудоустроиться и как-то закрепиться. Чему-нибудь на работе учитесь снова? Да, конечно. Я сюда пришла без опыта, и тут уже более-менее мне что-то подсказывают, говорят, что как, и вот, чувствуешь. Чем отличается работа поваром в школе, например, от работы или от готовки дома? Ну, тут мы в очень больших количествах готовим, там, выпекаем. Дома просто мы, например, приготовим что-нибудь первое, второе, а тут мы именно выпекаем в очень больших пропорциях. Если есть вакансия в этом предприятии, в этой организации, себя человек хорошо зарекомендовал, и его оставляют на постоянное место работы, уже на условиях заключается с ним трудовой договор, и на условиях работодателя он там остается работать. Как много таких примеров? Таких примеров много. Вот за мой период в 8 лет я сейчас вижу по селу Денисовки, по организациям, что мои молодежная практика, мои практиканты 13, 14, 15 годов, все ходят там-то, там-то работают. Это очень приятно. Они остались там, куда я их направила на молодежную практику. Я сама закончила в 2003 году данную школу. В 11 классе пошла учиться на учитель английского языка, и после окончания учебы сразу пришла работать сюда. Я училась в лицее с английским уклоном, где английский язык преподавался каждый день, до 8 класса. И когда сюда приехала в мою любимую родную Денисовку уже на данный момент, то я уже поняла, что я буду учителем английского языка. Летом, будучи в отпуске, я подала пакет документов, который без проблем собрала на получение жилья. И хотела бы сказать огромное спасибо нашему отделу экономики и финансов за такую слаженную, сплоченную работу. И меньше чем через месяц у меня появилась своя крыша над головой, и у меня и у моей семьи, за что я очень благодарна специалистам нашего отдела за то, что теперь у меня есть свое жилье. Я в 2016 году приехала жить из города в деревню, решила, что в благоустроенной деревне жить ничем не хуже, чем в городе. И хочу сказать, что на сегодняшний день я ни разу не пожалела об этом, что переехала из городской местности в сельскую. В 2017 году здесь вакансия образовалась, и я вот устроилась сюда на работу, решила попробовать себя в роли социального работника, так сказать. Работника социальной сферы. То есть вы, получается, обратились в центр занятости и сюда же и устроились? Да, да, так получается. Поначалу, честно скажу, было тяжело работать с людьми. Ну, потом в ходе, да, в процессе работы поняла, что это действительно мое. Увидишь, что есть от этого результат, и на душе становится, так сказать, тепло от того, что, значит, я не зря живу, да, раз нереальную пользу могу принести людям. Несколько лет я снимала квартиру, так как не имела собственного жилья. Ну, в этом году я решила попробовать получить жилье по программе с дипломом в село. Собрала документы, подала заявление, в итоге меня одобрили, и я купила квартиру в центре села. Человек, с которым мы сейчас познакомимся, решил открыть собственное СТО. И чтобы расширить его и больше услуг предоставить жителям в Денисовке, он обратился как раз по государственной программе Бастау Бизнес в центр занятости. А когда уже люди распробовали, насколько качественный этот специалист, то пришло время для того, чтобы расширяться дальше. Откручивался в Кустанае, автодорожный колледж. И начал, ну, сначала, да, я поработал на другого ИПшника. Он открылся, я у него работал где-то около трех лет. Ну, потом решил на себя начать работать. Взял гараж, сначала попробовал, люди начали ехать. Хорошее дело у машины, все приезжали, ну, цены нормальные. И потом решил расширяться, потом купил вот этот земельный участок с двумя гаражами. Сейчас вот еще магазин открыли мы, запчастной. В принципе, как бы эта услуга пользуется спросом. У меня был знакомый один, вот он здесь недалеко работает. Он тоже, он мне посоветовал, ну, взять грант. Я думал, что это сложно, в принципе, не сложно. Я пошел, отучился там 20 дней вроде. И все, потом в октябре я отучился. И уже перед Новым годом я уже получил грант на оборудование 520 тысяч вроде. Насколько такие механизмы поддержки полезны для начинающих? Ну, для начинающих это очень полезно, потому что тяжело. Ну, особенно, я думаю, в деревне сейчас тяжело что-то начать. И такие механизмы, если будут продвигаться дальше, они помогут начинающим. Ну, и другие захотят кто-то поделиться, там скажут, вот как мне знакомый сказал. Я пошел и тоже взял грант этот, отучился. Субтитры создавал DimaTorzok Я решил закончить наше маленькое путешествие там же, где и, собственно, начинал его на реке. Опять виды природы красивейшие. Опять это умиротворение. И опять прощание с Денисовкой, которую я очень люблю, потому что здесь очень красиво и здесь отличные люди. Я напоминаю вам, дорогие друзья, что вы можете сами предлагать свои темы, обращаясь по контактам, которые вы видите внизу на экране. Предлагать своих людей, знакомых, друзей, которые достойны того, чтобы попасть к нам в передачу. А на этом все. С вами был Роман Попов. За кадром был Ростлан Джабаев. Всего доброго. До новых встреч в эфире. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин